Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня выпуски. Первый день информирования 2021 года. Развлекательный баттл 23 плюс 8. Праздничная выставка-продажа На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3155 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 9 дней марта энергоблоками Смоленской АЭС выработано 595 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 36 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 3,5 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 132 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значением. В целях повышения информированности работников Смоленской АЭС вовлеченности персонала 5 марта 2021 года на Смоленской АЭС состоялась онлайн-трансляция первого дня информирования с участием генерального директора госкорпорации Росатом Алексея Евгеньевича Лихачева. Когда проходит день информирования генерального директора, это всегда много интересной информации не только для нас руководителей, конечно же и для нашего персонала. Но как руководители, конечно, мне интересно узнать, какие задачи мы выполнили по предыдущему году, какие задачи у нас стоят на текущий год, обсудить это все с персоналом, естественно. Возможность напрямую, что называется, с первых рук услышать всю информацию, которая у нас по итогам года набралась. Второе – это то, что персонал, наблюдая такие онлайн-трансляции, понимает свою сопричастность и свое сопереживание к тем вопросам промышленности, которые у нас есть. В-третьих – это возможность напрямую задать вопрос, получить на него ответ. И все вот эти три вещи позволяют персоналу, во-первых, сплотиться и получить ту самую вовлеченность, про которую мы так часто говорим, и которая сейчас практическую эту вовлеченность и обеспечивает. Алексей Евгеньевич, как всегда, очень обстоятельно подробно рассказал о состоянии дел в Росатоме. Из задач, стоящих перед нами – это достижение новых высот в выработке электрической энергии, обеспечение безопасности, будь то ядерная, радиационная или безопасность производства труда. Также поставлена задача стопроцентное выполнение инвестиционных программ. Достаточно полная информация полностью по всему спектру деятельности Росатома представляется, ставятся задачи, в общем-то нам понятно, куда мы двигаемся и что нам ожидать. 23 плюс 8 под таким названием профсоюз Смоленской АЭС организовал развлекательный батл, приуроченный ко дню Защитника Отечества и Международному женскому дню. В отборочном туре, конкурсе на скорость, участникам предстояло выполнить письменные задания. Победители вышли в финал, где их ждали пять интеллектуально-развлекательных конкурсов. Все хорошее – это все, что у нас было. Вот поэтому мы вспомнили конкурс «А ну-ка, парни, а ну-ка, девушки», ну и решили провести на наш лад уже в современных технологиях. Я сегодня победила, это было так неожиданно для меня, потому что участвую я в таком мероприятии впервые и вообще выигрываю что-то впервые. Поэтому хотелось бы сказать большое спасибо организаторам за возможность поучаствовать в таком конкурсе, в таком баттле. В преддверии Международного женского дня в городе Атомщиков-Десногорске прошли праздничные мероприятия. Замечательный кулинарный подарок смоленским атомщикам приготовили работники общественного питания Смоленской АЭС-сервис. В ассортименте мы предоставляем более 40 наименований. Различные салаты, сочные мясные рыбные блюда, румяные пирожки, пирожные, выпечку из слоеного теста. Мы предлагаем вам попробовать новинки. Салат «Рыбная мозаика», купеческий, котлеты «Рыбные монастырские», мясо «Приют охотника», завитки из говядины с баклажанами и орехами, желе «Радуга», малиновый мусс, фруктовый салат, ну и так далее. Приходите, мы ждем вас. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.